Итак, сначала хочется сказать, что очень расстроена, что всего 52 участника активного роста у нас пришли, потому что тема реально важная и хотелось бы, чтобы у вас все получалось. У кого фонит, тот убавьте, пожалуйста. Значит, вот тут вот, как раз где моя рука, есть бегуночек, и вы можете его убавить, так как вам будет удобно. Хорошо? Убавляйте, потому что я тут не знаю, где убавить. На самом деле, тут не убавляется. Яна, получилось убавить? У вас только ссылку дали, да, это я задержала ссылку, я дала ссылку за 20 минут до вебинара. Все вы видите, что мы в новой вебинарной комнате, и, дорогие коллеги, мы просим прощения, купить-купили, разобраться не смогли. Да, то есть, и еле-еле опять-таки новую ссылку еле-еле на вебинар смогли выписать. Но мы обещаем, что больше таких опозданий, скорее всего, не будет, потому что им не было сложно понять. И, да, то есть, из-за этого были задержки, но ничего страшного, да, то есть, ничего, потихоньку разберемся. Итак, давайте же с вами начнем. У нас сегодня с вами вебинар про накопительный эффект. Что же это такое, в чем он есть, где не нужно обращать внимание на какие-то вещи, а где, наоборот, нужно обязательно обратить внимание, чтобы у вас начало все получаться. Вот. Я, кстати, в платьишке от Фаберлик не сняла еще на него обзор, села очень хорошо. 44 размер, замечательно. Вот. От Юдашки на 44 размер, к сожалению, все отправила на возврат. Вот так вот. Итак, давайте же с вами поговорим. Да-да-да, цвет хорошенький. Не обращайте внимания, я тут с простудой не замазала. Вот. Давайте же с вами поговорим. Во-первых, у нас на проекте то один, то другой, то третий новичок начал убегать на платное обучение. Думаю, что бесплатное намного хуже, чем платное. Вот. И, дорогие коллеги, вот первое, что я вам хочу сказать, что даже если вы будете обучаться платно, вы отдадите деньги, то вы все равно должны знать про накопительный эффект. И даже если вы решите выбрать платный способ обучения, то все равно нужно работать. И на бесплатных, и на платных способах нужно обязательно работать. И вот сейчас мы с вами как раз и поговорим о том, что успешные люди планируются, да, учатся всегда, да, без разницы, стоит это денег или не стоит. Да, то есть люди берут ответственность на себя, за себя, за свой бизнес, за тех людей, которых привели на проект, да, вот. Вот. И привычка не замечать препятствий. Когда лидер говорит, я сегодня не рекрутировала, потому что у меня было это, 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 это уже говорит о том, что лидер не совсем серьезно относится к работе и не поможет платное обучение, да. Это привычка решать задачи, да, то есть, вот, например, сегодня я экстренно решала задачу, как же мне зайти в эту вебинарную комнату. У меня выбивалась ссылка на 10 человек, я сделать ничего не могла. И я решила эту задачу, пусть с опозданием, но я сижу перед вами, и слава богу, да, все, ура, ура. Вот. Вот. Всякое бывает, да, то есть, я скрывать не буду, когда я зарегистрировалась в Фаберлик, мы с дочкой лежали в больнице, я вела прям вебинар из подоконника в больничной палате, просто выключала видео и там вела. То есть, привычка решать задачи, она должна быть всегда, если вам это нужно, да, то есть, привычка рекрутировать, это легче. Вот. И привычка делать все вовремя, да, то есть, в накопительном эффекте важно делать все вовремя, да, вовремя регистрировать, вовремя отвечать людям в соцсетях при рекрутинге, вовремя людей поддерживать регистрации снизу, если они пошли по турборосту, все нужно делать вовремя, вовремя созвониться, вовремя пообщаться, все надо делать вовремя, чтобы у вас шел рост, да. Мы все с вами тут собрались, чтобы стать кем, кто кем хочет стать, напишите свою цель, именно цель, звание свое в компании Фаберлик. Директора. Людочка, у тебя уже он скоро будет. Директора. А драгоценным не хотите быть? Золотым. Вот. Почему золотым? Потому что именно с уровня золотого директора вас компания будет возить в разные страны мира. Поэтому именно уровень золотого директора, когда и зарплата хорошая, и на отдых тратиться не нужно, и т.д., и т.п., и пятое, и десятое. Да, все начинается именно с уровня золотого директора. Вот. Рубин – это очень хорошо. Тогда уже бриллиант, потому что с уровня бриллианта у нас с вами идет бонус. Да? Какой у нас с вами бонус идет? Кто ходил на маркетинг-план? Какой с уровня бриллианта идет бонус? Развитие. Да, молодец, Людочка. Бонус развития. Бонус развития – это вы будете зарабатывать в размере 30% с каждого квалификационного бонуса. К примеру, вот вы стали бриллиантом. Под вами 6 открытых директоров. Эти директора получают каждый по, допустим, давайте возьмем цены России, каждый по 55 тысяч, да? 55 тысяч умножаем на 6. Давайте с вами посчитаем, что же это такое, да? 55 тысяч мы умножаем на 6. И у нас с вами получается, что наши новички собрали 330 тысяч, да? И вот 30% от этих 330 тысяч перечислятся вам. То есть и ваши новички получат полноценные бонусы, да, свои, и вы получите 30% от их бонусов. Шикарно! Сколько новички получат, сколько вы получите, вы посчитали? И вот это вот ежегодно вам будет перечисляться раз в год. Никто не посчитал? Во, молодцы, молодцы. Я думаю, это шикарные суммы. И я думаю, если уж рубин, то тогда уже сразу бриллиант. Или золото, или бриллиант должна быть ваша цель. И я вам хочу также сказать, что если вы проникнете сегодняшней темой, и у вас научитесь запускать первую свою веточку, то у вас и вторая, и третья, и десятая быстро пойдут. А потом они будут становиться директорскими. И на самом деле, самое сложное, на мой взгляд, это запустить первую веточку, а потом уже все пойдет легче, проще, проще и проще. Вот. И смотрите, у нас с вами есть такой сейчас на экране слайд, как очень многие люди всю неделю ждут пятницу, весь месяц праздника, весь год, лето и все же счастье. Уровень бриллиантового директора или золотого можно ждать на самом деле всю жизнь. Но сейчас мы с вами обсудим именно то, что нам мешает, и научимся отодвигать вот эти вот, мешает у своих новичков, чтобы рост у них был быстрее. Потому что чем быстрее растут ваши новички, и чем больше они знают, тем выше и лучше именно ваш рост. Да, вы это должны понимать. Да, и не страшно идти вперед, это тоже здорово. Во-первых, самое главное правило – это всегда мыслить позитивно. Только к позитивно мыслящему, действующему человеку открывается дорога и расступается препятствие. Я, наверное, забегаю слишком глубоко, но я думаю, вы это тоже уже знаете. Да? Ага, всем сумасшедший привет! Почему-то слайды у меня перепутались, да? И вот она у нас с вами, лестница успехов в Берлик. И давайте с вами начнем сначала. Скажите, пожалуйста, все ли знают, что у нас с вами с уровня 15-19% мы оформляем перечисление денежных счет, средств на расчетный счет в банке, а потом уже решаете снимать по чеку или на карточку переводить, да? И все ли знают, что с момента открытия договора с компанией у нас начинает идти трудовой стаж, самый настоящий трудовой стаж. Вот это нашим новичкам нужно обязательно доносить. И я не зря это сказала, потому что без разницы, где вы получаете трудовой стаж, главное, чтобы он был у нас с вами. Итак, что нам не хватает для роста? Ответьте мне, пожалуйста, на вопрос. Ответьте, что вот вам лично не хватает для роста? Дисциплины и золотые слова написаны. Рек. Не знаю. Но то, что не хватает рек, это не хватает терпения разобраться, как их получать больше. Активные люди то же самое. Не хватает терпения разобраться, где их искать. То есть вот первые слова были очень-очень верными. То, что нам не хватает времени, дисциплины, да, и вот на самом деле правильно вести диалог, доносить информацию правильно. Вот Раиса написала замечательно, да. Настойчивости, да, смелости нам не хватает, знаний, работы с командой. Вот, 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 вот. А то, что нам не хватает регистрации, вы сами знаете, что у кого-то их много, у кого-то их мало. И это все зависит от нас, от нашего настроя, да, от нашей самоорганизации. Вот Оля тоже очень хорошо сказала, да. Вот. Над уверенностью себе это тоже нежелание, нежелание стать смелее, Ириночка. Вот. То есть все вы знаете, как я начинала, да, вот и Комарова Ириночка точно знает. Она пришла, я еще, по-моему, директором не была, Ирин, напомни. В каком звании я была, когда ты ко мне присоединилась, да, и ты видела мой путь, как я начинала. Также первый каталог моей работы я открыла 0%, второй каталог моей работы я открыла уже, по-моему, мне 80 баллов не хватало до 9%, третий каталог мне чуть-чуть уже не хватало до 12%, да. Вот. Итак, я считаю, что нам не хватает знаний, практики, опыта, команды, помощи наставника, уверенности и терпения. Вот это самая важная составляющая эффекта, да. Что это такое? Знание, да, то есть мы с вами знаем все о компании, можем знать, как рекрутировать, как общаться и так далее, да. Практика, практика – это такая вещь, когда мы с вами набиваем руку, и вот, допустим, когда я пришла на проект, да, и была на нуле, я создавала эти подбраузерики, размножала их, бивала туда странички, рекрутировала, и это было все медленно. Сейчас же у меня есть возможность, так как у меня готовая база для работы, которая уже давным-давно создана, да, я могу быстро-быстро сделать тот охват людей, какой мне нужен, да, то есть и рука набивается, и все становится легко и просто, и я уже более двух часов в день на рекрутинг могу не тратить, да мне и не надо больше тратить, да, потому что у нас сейчас немножечко другая работа, организационная, да, то есть больше двух часов в день смысла нет тратить, да, когда вы станете директорами, у вас уже будет набита рука у всех. Опыта, да, опыт общения очень важен, опыт вот эти же все браузерики, под хромики размножать, да, вот не хватает, иногда теряемся, что ответить в соцсетях людям, и тоже, да, как бы вот такая тема душесчипательная, новички пишут в чатах, помогите ответить, и очень хорошо, что вы друг друга выручаете, очень хорошо, я наблюдаю за чатами, и низкий вам поклон, дорогие коллеги, кто помогает новичкам работать при возражениях в соцсетях, да, 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 вот, далее, значит, конечно же, не хватает команды, вот представьте, вы одни пришли, вы рекрутируете, да, вдруг, да, вы смогли найти человека, который будет на пару вместе с вами рекрутировать, да, и ваш рост уже умножится на два, а если в вашей команде будет 10 человек, до которых будут уметь рекрутировать, вы представляете, вот, чем больше ваша команда, тем лучше, да, далее, значит, нам очень часто всем не хватает помощи наставника, но тут, дорогие коллеги, все виноваты сами, у кого, кому не хватает помощи наставника, значит, мы его редко и мало теребим, вы со мной согласны? Наставник же не может знать, какие у вас проблемы досконально, какие-то есть, да, вот, поэтому помощь наставника, это такая вещь, когда вы спросили, наставник помог, вы не спросили, наставник не будет знать, что у вас какая-то проблема, да, может быть, проблема психологического характера, да, там, вас в соцсети отматерили, вы сидите, переживаете, а матерят-то всех, да, или там, допустим, у вас зарегистрировался человек, пропал, вы сидите, переживаете и не хотите искать новых людей, да, то есть вот, или что-то там, допустим, новичок у вас спросил про интернет-магазин, а вы не знаете, где взять ссылку на видео, да, вот, всякое бывает, вот тот, кто достает своего наставника, тот растет в разы быстрее, вот, конечно, не хватает уверенности, почему не хватает уверенности, мы должны с вами понимать, что мы работаем официально, легально, наш бизнес передается по наследству, и мы не можем быть неуверены в компании, да, вы знаете, что на интернет-проекте Faberlic Online огромный приток людей, более 60 тысяч человек, и уже более сотни директоров, и не просто директоров, есть и рубинчики, и бриллиантики, да, как вы знаете, и национальные, и старшие национальные, да, то есть есть результат, на проекте есть прирост, результат и огромный балловый рост, да, когда мы с вами видим, что на проект приходит 6 тысяч человек в каталог, да, в двухнедельный, вы представляете объем, 6 тысяч человек, кто был на поздравлялках, да, поставьте плюсики, кто был на поздравлялках, вот, мы с вами должны понимать, что проект востребован, и компания на самом деле востребована, да, вот, спасибо вам огромное, кто был молодцы, и уверенности нам может не хватать только в себе, да, в себе, в своем времени, когда мы, допустим, говорим, что нам времени не хватает, или мы говорим, что вот у нее получилось, а у меня не, у меня не получится, да, почему? Потому что почему-то не все понимают, что у нас одни страны на работу, одна компания на всех, одни руки на всех, и один интернет на всех, да, практически у всех это оптоволокно и мышка с клавиатурой, да, то есть уверенности нам должно хватать всегда, потому что мы работаем с вами официально и легально. Ага, очень хорошо, что запись смотрим. И, конечно же, терпение, терпение, вот, новичок зарегистрировался, на следующий день пишет, ой, я активировалась, а вы под меня никого не провели еще, а что так долго, да, а сам странички еще не начал создавать, или, к примеру, создает странички, говорит, боже мой, я третий день рекрутирую, у меня мертво, все, это не мое, я работать не буду, да, сталкивались, я думаю, все с этим, поэтому терпение тоже должно быть. Вот, золотые слова, если не будет уверенности у наставника, то и у новичка тоже не будет, да, и к нему пойдут на его энергетику такие же неуверенные в себе люди. Вот, от этого тоже рост очень сильно зависит, поэтому вы должны быть уверены, что вы в хорошей компании, надежной и стабильной, которая прошла несколько кризисов, да, вы должны быть уверены в компании, в первую очередь, с которой мы сотрудничаем, да, вы должны быть уверены в продукте компании, в производстве, да, там, одежды, что на самом деле одежда качественная, да, все, наверное, я думаю, видели мои обзоры, поставьте плюсики, я безумно рада от качества, прямо на высоте, да, вот, качество на высоте, и я хочу сказать, что я довольна и мужской, и детской, и женской, и подростковой коллекциями, я всеми тремя коллекциями очень-очень довольна, вот. Далее, значит, что хочется сказать, чем еще может не хватать уверенности, да, то есть человек может сомневаться только в себе, то есть компанию, в компании уверены на 100%, напишите, на сколько процентов вы уверены в компании, в ее надежности и в ее стабильности. 100%, да, я швейник, вот, у меня сестра тоже швейник, и она дочке заказывает вещи, хотя она очень придирчивая, на тысячу прямо, да, кто-то написал, Танюша Белоусов, молодцы, молодцы, на 100%, на сколько процентов вы уверены в проекте, все ли вам нравится, обучение, вы приводите своих новичков на вебинары, которых идет 40 различных в каталог, то есть мы вводимся с вашими новичками по 3-2 раза в день, да, вы должны это понимать, вводимся, мы надежны, более чем даже надежны, да, вы согласны, что мы стараемся, вот, у нас все больше и больше спикеров на проекте, все больше и больше тем, да, то есть компания уверена во всем, не уверена в том, что вы сможете на кнопочки нажимать. Скажите, кто в чем не уверен, вот на данный момент, да, рекрутинговый сайт создан, да, то есть обучение, сайт для обучения создан, да, у нас с вами шаблоны переписки созданы, вебинары около 40 в месяц, да, то есть все создано в обучении, в проекте вы уверены, да, очень радует, спасибо огромное, вот, и, конечно, приятно, очень приятно, вот, и, значит, не уверен, у кого-то есть неуверенность в себе, да, я так понимаю, да, Юля, должна быть, я пишу, я пишу, записываю, команда подводит, в команде не уверены, да, настроение, как качели, ну, Елена, вот давайте вашу тему обсудим, настроение, как качели, да, вот, представляете, вы пришли на работу, у вас есть норма, да, к примеру, вы стоите за станком, или вы врач, вам нужно сделать обход, там вас спросят про настроение, вы идете и работаете, и всем без разницы, как вы себя чувствуете, и плохо чувствуешь, иди на больничный, волеешь долго, все, иди, пиши заявление на увольнение, так ведь? То же самое и наш сетевой маркетинг, только мы можем лежа за ноутбуком, в кровати, если больные, тоже сидеть и рекрутировать, в принципе, да, все вы знаете, что у нас есть люди с ограниченными возможностями на проекте, да, которые, допустим, лишены, да, ног, да, к примеру, да, или там что-то не так у них, они могут работать, да, да, вот, и вот это тоже нужно понимать, что у нас нет ограничений, все ограничения у нас в голове, вот, очень важно, вот, как раз, вот это вот понять сейчас, вот, Лена, отлично, главное, на этом плакате поставить галочку, до какого уровня мы хотим вырасти, Катюш, умница, Кате вообще надо памятник поставить, трое детей и директора открыла, молодец, Катюш, выздоравливай, да, 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 вот, что еще хочется заметить, мы, когда мы начали ездить по форумам, самое приятное, это то, что наши лидеры везде, по всем форумам, да, Новосибирск, вот мы ездили, Казань, Нижний Новгород, наши, именно наши лидеры получают медали, как самый большой групповой прирост, да, за год, Даша Пахельчук первое место заняла, Вова Кипин первое место занял, да, да, на форуме Антон Минский сказал, что все ограничения в голове, все верно, Наташа, вот, да, сложно находить регистрации, хотя работаешь полноценно, вот, сейчас, давайте вернемся на два слайда назад, я их не буду перелистывать, но я вас просила мыслить позитивно, если вы, да, заказываете себе сложности, да, и говорите, мне сложно находить регистрации, вам они на самом деле будут даваться сложно, сложно, вы должны не видеть сложности, вы должны видеть цель, и тогда у вас все получится, вы идете к цели, да, вот, не верят, но мне до сих пор не верят, мне до сих пор не верят, честное слово, я вот тоже ничего сделать не могу, итак, я думаю, мы с вами поговорили сейчас вводно о накопительном эффекте, и я думаю, вы сейчас немножечко меня поняли, да, поняли, к чему я веду, что очень важную роль в нашем проекте как раз играет именно накопительный эффект, да, он есть на всех этапах работы, вы регистрируетесь в соцсетях, создаете странички, пока вы их насоздаете, да, я рекомендую по одной день, чтобы их потом пачками не блокировали, пока вы их раскрутите, пока вы в них что-то вложите, не дай бог заблокируют, приходится новое заводить, да, то есть, ну, я думаю, через блокировку все прошли, странички это расходный материал, что на работе мы ездим, да, на электричке, туда-сюда, там, да, не на электричке, извините, на автобусе, да, что соцсети это расходный материал, без разницы, вот, да, нам нужно найти тех, вот, Наташа, верно, те, кто будут верить, это и будут наши директора, на самом деле, я работала всегда только с теми, кто верит, и старалась не обращать внимания на тех, кто много ревет, один раз успокоила, второй раз успокоила, один раз созвонилась, второй раз созвонилась, не понимает человек, все равно у него куча проблем, все равно у него ничего не получается, все равно, Аня, помоги, все, я уже говорю, я больше не знаю, как тебе помочь, все, расти сама, или человек уходит, или он начинает расти, потому что он понимает, что уже человек, который растет и реально за год сделал хороший результат, уже не знает, чем ему помочь, потому что, на самом деле, у меня были случаи, когда я отказывала в помощи, потому что я уже не знала, чем помочь, вот, да, то есть такое тоже бывало. Значит, в соцсетях, да, накопительный эффект там идет. Что за накопительный эффект идет в соцсетях? Если наши странички берегутся, живут долго и так далее, то самое, что ни на есть интересное, у нас с вами получается, что некоторые люди регистрируются через месяц, регистрируются через неделю, да, и когда я на школе новичка говорю, заведите себе странички для коллег и добавляйте туда думающих, и ни в коем случае с них не работайте, чтобы их не заблокировали, так вот, как раз для этого. Поняли фишку? Потому что, если лидер надумает регистрироваться, а вас заблокировали, где он вас будет искать? Скажите, пожалуйста, у кого-нибудь есть группы или странички для своей группы, для коллег? Вот, сама через полгода, да, нашла? Вот для этого, вот как раз накопительный эффект, самый важный, он вот играет роль в рекрутинге. Когда у вас люди думают, вот я перешла все, вы знаете, из другой компании сюда, а у меня было 100 страниц в моем мире, когда я перешла в Фаберлик, да, работать. Я захожу через месяц на эти странички Фаберлик, потому что мне было некогда, я создавала рекрутинговый ролик свой, я все хотела свое, вот, захожу, а там висит регистрация. Человек ответил мне через месяц и ждал две недели. И мы с ней уже зарегистрировались в Фаберлик. Вы представляете силу накопительного эффекта? Это просто обалдеть. Человек ждал около двух месяцев, получается, человек зарегистрировался, причем он активировался, сделал заказ. Ну, факт то, что он не работает, но все равно он идет по стартовой программе хотя бы. Да, она активировалась, я ее сейчас выращу процентов до девяти, скажу, давай, включайся в работу, ты можешь эти деньги зарабатывать, у тебя стаж пойдет. Да, вот, есть люди, которые сомневаются, да, это круто, это круто, накопительный эффект, его нужно очень сильно беречь. Да-да-да. Вот, да, то есть это первый накопительный эффект, да. Потом, значит, наши знания. Наши знания – это когда новичок приходит на проект, и на него падают все знания о компании, все знания о проекте, как рекрутировать, как размножать браузер, что отвечать, на какие вопросы, да, то есть вот это вообще убийство для новичка, и новичок реально начинает путаться, что где брать, забывает больше половины, добавит закладки, а примерно месяц-два на проекте он уже начинает понимать, что где лежит и где что взять. Так ведь? Вот это тоже наше знание, когда мы разбираемся, может пройти и пара месяцев, потому что старт работы в интернете не всем дается легко. Лично мне он дался очень сложно, потому что я в интернете очень плохо все понимала, когда пришла, и мне было очень тяжело. Вот. Тоже каша была. У кого была каша? Да, завал информации. То есть, чтобы новичку помочь размножить браузеры, вбить туда странички, то есть создать готовую базу, нам нужно вложить много в них сил, много. Но, да, мы с вами понимаем, что он может стать директором, а если и он не станет, он может привести вам директора. Поэтому это тоже глубоко закопано, да? Вникает долго. Ну, рейс, я вот тоже долго вникаю, кстати. Далее, значит, помощь наставника. Наставник вам постепенно помогает, постепенно обучает, постепенно у вас накапливается все больше и больше. Наши выплаты. В выплатах тоже есть накопительный эффект, да? Мы с вами все это знаем. Чем больше наша группа, тем выше наш доход. И как раз выплаты начинают растущие нас мотивировать на рост, да? Конечно, огромной роль играет практика. Когда вы можете сделать охват 300 человек за 2 часа, это уже высший пилотаж. Это уже делают те, кто на проекте, допустим, более 3 месяцев назад зарегистрированы, да? То есть они, да, знание, практика. Когда вам пишут вопрос, вы быстро отвечаете на ответ и идете дальше. Это, да, это уже просто, вот, да, практика – это самое-самое главное. Когда вы знаете, где скопировать, как быстро поменять русские буквы на английский, чтобы текст поменялся, где, куда послать и так далее, и так далее, и так далее, да? Конечно, опыт общения. Когда вы научитесь читать между строк, это очень важно. Вот как раз, чтобы всё к вам это пришло, нужно иметь терпение, терпение. И как минимум 3 месяца интенсивной, бесперерывной работы, да? Вот тогда всё будет круто. Вот тогда именно 3 месяца нужно как минимум. Это в среднем, это в среднем. То есть если вы 3 дня работаете, то, а потом неделю отдыхаете, то это, сами понимаете, всё, это не то. Нужно искать причину, почему вы остановились самим в себе. Потому что наставник ваш, он не начальник. Мы с вами все бизнес-партнёры. И, конечно же, вот как раз-таки наша работа в соцсетях, я на ней хочу задержаться подробнее, потому что не все новички и не все рекрутеры, даже не все участники активного роста понимают, что первый день вы сделали охват 300 человек, второй день вы сделали охват 300 человек, третий день вы сделали охват 300 человек, у вас регистрации нет. Вам кажется, что всё мертво. А на четвёртый день, с первого дня, могут пойти регистрации. То есть первый день, пока вы рекрутировали, кто-то надумал и вам отписался. Да, поняли фишку? То есть, да, и вы дальше продолжаете рекрутировать, и у вас начинается одна, две, три регистрации в день. Да, то есть смотря сколько вы сделали охват людей. Но как только вы, мы уже круче те, чем те, кто не с нами. Точно, Яна, да. Да, это как снежный ком. Поэтому, извините, это 100% у всех так. Это на самом деле, вот. Но как только вы перестаёте рекрутировать, у вас ещё 2-3 дня могут идти регистрации, потом они резко обрубаются. Вы начинаете рекрутировать заново, и у вас опять 3-4 дня ничего нет. Вот, 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 Раиса, видишь, как хорошо, да? Нам с вами самое главное сейчас знать приоритет, одна регистрация в день, чтобы у вас пошёл накопительный эффект по команде и накопительный эффект по рекрутерам, да? Вы меня сейчас, я думаю, поняли. Чем больше вы в свою команду набираете людей, которые способны строить бизнес, тем быстрее ваша команда будет расти, да? Вот. Поэтому стопор, вот, как раз, Света, не должен быть. Мне нужно просто останавливаться. Нужно без остановки работать до того звания, до которого вы хотите. К чему мы с вами придём, если мы будем с вами предельно терпеливы? В праздник, я думаю, не нужно рекрутировать. Такие дни нужно устраивать себе выходные. Вот у меня, допустим, выходные каждое воскресенье, но завтра я вместо воскресенья сделаю себе выходной. Я пойду, мы там с дочкой, может, погуляем, может, торговый центр ездим, ещё что-то куда-то сходим, да? То есть, вот, или в гости поедем, или сами гостей пригласим, не знаю ещё, да? То есть, я меняю сейчас выходной день воскресенья на среду. И я думаю, это будет более так, ну, нормально. Расти надо относительно себя, а не относительно других. Сегодня я сделала больше, чем вчера. Вот. Яна, тоже золотые слова. После среды, да-да-да, не утом может такое быть. Нет, Вик, это, скорее всего, настрой такой. Именно такой настрой, что у меня в эти дни намного лучше, да? И сверху посылается, раз ты так считаешь, на тебе так, да? Этот закон очень хорошо работает, я его уже изучила. Вот. И как раз вот наша работа в соцсетях заключается в том, что если не устанно рекрутировать, не переставая, да, ну, конечно, один выходной неделю, это как минимум, да? Кому-то он на самом деле нужен. Вот. И вот тот вот, самое интересное, когда вы регистрируете людей, не надо на них самим расставлять акцент, на зарегистрированных. Потому что, вот я вам сейчас приведу пример. Ко мне пришли три девчонки. пришли зарегистрироваться друг по другу, да? Это было недавно, они живут в Мурыгина. И вот эти три девчонки, они, мне показалось, что самая верхняя будет самой ответственной, да? То есть, но самая верхняя набрала столько дел, она учится, она делает косметологические услуги, она решила еще поработать по найму, там сколько-то немножечко, да? И она учится на медика, да? На медика. То есть, делает четыре дела одновременно, нигде ничего не успевает. Я ей сказала, давай создавай 50 там, 50 там, но по одной в день. То есть, ты должна 15 минут в день тратить на создание рабочей базы. Все понятно? Все понятно. 15 минут у тебя есть день? Есть. Звоню через месяц. Говорю, где твои регистрации? Что случилось? Что она мне ответила? У меня три странички в Одноклассниках, три странички ВКонтакте. ВКонтакте. Я говорю, здрасте. Вот и все. А нижняя девчонка с десяти страниц уже шесть лет нашла за этот месяц. Хотя новичок. И у нее, и ни у кого не было опыта работы. А я думала, что верхняя, она более, вот, активна, более, более устремленна, потому что мне показалось, что у нее взгляд умнее, что она более живее, что она быстрее поняла, как считать маркетинг-план. Мы сидели, рисовали на бумажках, да, прямо у меня в комнате. И я подумала, что она будет лучше расти, чем та девушка. Так вот, та девушка, во-первых, у нее маленький ребенок, да, как я и называю, тетичник, который еще грудь кушает, да, вот молочко пьет у мамы. Во-первых, да, у нее намного хуже ситуация, сложившаяся, потому что водиться с ребенком неком, и она находит регистрацию за регистрацией, и регистрацию за регистрацией, и говорит, боже мой, я хочу быстрее, мне надо директор. И она не только говорит, но она еще и делает, и делает она больше, чем говорит, да, вот, и поэтому тех людей, с которыми вы созваниваетесь, делайте выводы, потому что я до сих пор ошибаюсь в людях, и ошибаюсь, как вы видите, сильно, потому что девчонки зарегистрировались около двух месяцев назад, и показали себя по-разному, я неправильно, да, их, вот, то есть, что для вас нужно? Для вас нужно что-то типа холодного расчета, зарегистрировали, позвонили, рассказали, что все официально, легально, свой завод, собственное производство, что на проекте 60 тысяч человек, и так далее, и так далее, и так далее, все знают, где взять картинку со звона, я выложила картинку со звона в группу для бизнеса в Одноклассниках, Если нет, то напомните мне, я вам вышлю, вот, если у кого-то есть ссылочка, вышлите, пожалуйста, ссылочку на эту картиночку, пожалуйста, да, вот, значит, что дальше, вы зарегистрировали, созвонились, пошли дальше, зарегистрировали, созвонились, пошли дальше, в созвоне обязательно, четко должно фигурировать то, что вы не всегда бываете на месте, чтобы новичок писал в чат, И обязательно, чтобы новичок вас теребил первой. Звонок как по телефону. Да, Диана, первый звонок новичку. Первый звонок новичку. Можно в чат АР кинуть, можно ссылочку в Одноклассниках скопировать и сюда выслать ссылочку на эту картиночку. Без разницы. Или в чат активного роста. Буду очень благодарна. Но смотри, не Рушенко, имя-имя забыла имя, хочу сказать, что это будет видно только в вашем чате АР, а в нашем нет, поэтому лучше всего ссылочку на картиночку из группы. Да, делаем работу, всем одинаково рассказываем и дальше рекрутируем. Вот это очень важный фактор. То есть вот это я вам хочу передать. Можно звонить в Вайбере, в Ватсапе, в Телеграме, можно звонить прямо в ВКонтакте, можно звонить прямо в соцсети Одноклассники, там есть значок, можно необязательно выводить человека на скайп, чтобы он вас нашел в скайпе, и только тогда вы бы с ним созвонились. То есть созвониться можно где угодно и рассказать вот эту вот легкую информацию о компании, чтобы лидер был уверен, что он пришел туда, куда надо, что он пришел не в пирамиду, не в хайп, не в развод, не в какой-то там лохотрон, а в официальную компанию, которая пережила несколько кризисов и держится 20 лет на рынке. Так ведь? Компанию, которая оплачивает нам поездки за свой счет, да, то есть вот это можно все обязательно рассказывать. Можно ВКонтакте звонить, можно, конечно, можно звонить везде, Дашенька, везде. Вот, если человек вам согласен, то есть он может там запретить ему звонить, и вы уже не сможете нажать на звонок, но можно сказать, разрешите, там я вам позвоню, там-то, там-то, в настройках, да, то есть вот это вот все. Можно разрешить, можно запретить, да, то есть я дочке один раз позвонила ВКонтакте, я сидела в одной комнате, она сидела в другой комнате, она ко мне пришла, я говорю, Катерина, вынеси, пожалуйста, мусор. И она зашла ВКонтакте и нажала, сделала там в настройках, что нельзя ей звонить больше, что она мусорная. Поэтому, да, вот я так узнала, что... Вот, и давайте, дорогие коллеги, и, конечно же, поговорим на очень важную для меня тему, потому что эта тема реально важная, мы с вами обязаны это понимать, просто обязаны как лидеры, да, я понимаю, что слово обязаны чего-то там навязывает, но вот это знать очень обязательно, и уметь работать со своими людьми, и уметь преподносить им именно эту простую, легкую информацию, но она реально работает. На созвоне, после того, как вы обо всем договорились, после того, как вы рассказали человеку, в каких он там чатах находится, и что вы ему сейчас будете высылать инструкцию, он их будет выполнять, а вы будете высылать следующие, да, то есть, ну, такой обычный созвон, да, вы должны закрепить, закрепить свой звонок и сказать, и спросить у человека, да, давайте с вами сейчас попрактикуемся, да, скажите мне, пожалуйста, сколько лет учатся на товароведа или управляющего? Вот иногда, когда люди начинают сомневаться, да, я им очень часто это говорю, очень часто сравниваю, ответьте мне, пожалуйста, на вопрос, дорогие коллеги, меня слышно? Сколько лет учатся на товароведа управляющего? Ага, вижу, циферки пошли, да, от трех до шести лет, на самом деле, да. Сколько лет учатся на врача? Я недавно узнала дату, семь лет, я была в шоке, я думала, пять лет учатся, я думала, пять лет, то есть, они сначала получают три года образования, потом какое-то подобразование, потом сколько-то у них лет практики, а потом им уже дают стать врачом, обалдеть. Вот, далее, значит, сколько лет учатся на учителя? Да, учитель пять лет, шесть лет на медика, да? Ага, я учитель, ой, очень приятно, Наташечка, очень приятно, что у нас учителя есть на вебинаре. Так, значит, сколько лет учатся на продавца? Да. А продавца можно учиться, можно нет, да? Вы согласны? Можно учиться, уже можно нет, на выбор. Да, но у продавца не будет права роста, допустим, в товароведов, заведующие, там, в администратор, если у него уже не будет образование. Так ведь? Вот. И, конечно, сколько лет учатся на уборщицу? Да, 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 Раиса, правильно, да? И сколько за все за это надо заплатить еще, да? Вот смотрите, недавно я была в больнице, и мы разговаривали с уборщицей, я говорю, сколько вы зарабатываете? Она говорит, четыре шестьсот. Я говорю, это же меньше, минималки. Говорю, вам не могут столько платить. Ну, у меня из квартиры, за квартиру вычитают, а остальное отдают. Я говорю, ну все, поняла. То есть квартиру она платит тысячи три, то есть там семь с чем-то, да, она зарабатывает, уборщица, семь тысяч. Я говорю, а как с вас спрос, ой, вы что, там, порошок надо наводить правильно, хлорку там, ну, сейчас хлорка запрещена, какое-то вещество тоже надо наводить правильно, все по пропорциям, и мы все это сдаем. У меня глаза на лоб, понимаете? В школе, в больнице, вот эти вот уборщицы, которые получают такие копейки, они тоже отчитываются. Да, сан-минимум, да, диахлор, да, 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 вот диахлор, Тамарочка, правильно. Вот, понимаете, даже за такие деньги, да, за такой труд, низкооплачиваемый, и то требует, да, с человека знания, вот, иначе ведь, не дай бог, он там в детской консультации, да, это же уборщица возьмет и не тем раствором помоет. Много людей могут и отравиться, и зачихать, и аллергия может выйти, и т.д., и т.п., и т.п., да, спрос огромный, вот вы представляете, да, тут же у нас с вами какой спрос? Сами себя. Вы вправе расти с такой скоростью, с какой надо вам. Вы отчитываетесь только перед собой. Мне очень нравится этот факт, и когда я это говорю своим людям, с которыми созваниваюсь, мне безумно приятно. Да, во-первых. Во-вторых, образование вы получаете бесплатно. Так ведь? Мы бесплатно их обучаем, им не нужно 5 лет. В-третьих, мы начинаем зарабатывать прямо в процессе обучения. Так ведь? Прямо в процессе обучения. А потом начинаю спрашивать, а какая зарплата у врача? А какая у учителя? А мне отвечает. А какая у продавца? А какая у уборщицы? Вот. И что же, конечно, с ними будет, если кто-то плохо выполнит работу? Да? Представляете? Что будет с товароведом, если он нолик не допишет или перепишет? Что будет? Сколько ему на счет поставят? И место для трудоустройства нам искать не нужно. У нас количество вакантных мест неограничено получается. Ну, конечно, это ладно штраф. А бывает, нолики-то ошибаются, да? Допустим, вместо 100 тысяч миллион напишут, да? Всякие нолики бывают. Далее, значит, и тут, конечно, я всегда очень часто задаю такие вопросы и хочу задать его вам. Вот скажите, пожалуйста, вам сейчас все нравится, да? Но вот как вы думаете, почему сейчас на вебинаре всего лишь 89 человек, хотя тема новая? Вот как вы считаете, почему столько мало людей на вебинаре, если в чатах активного роста, да, Татьяна Сафронова, Николай Андрейко и наш чат под 600 человек в каждом чате? Предпраздник. Предпраздник – это, да, это отмазка, разница во времени. Ну, вот раньше, когда мы ввели активный рост, было 120, даже 200 было человек. Почему так стало, такое стало маленькое посещение? Почему вам важно, а им нет? Почему? Ну, я понимаю, 30% отсеиваются, участников чата отсеиваются из-за того, что на самом деле другой часовой пояс, они работают, еще что-то. Да, я согласна, да? Ну, вот смотрите, те люди хотят получать 200 тысяч, да? Люди хотят получать 200 тысяч хотя бы в каталог, да, уровень рубина. И, конечно, не всегда ходят на школы, не все выполняют нормативы и не все спрашивают советы у наставника. Или что-то одно из этого не делают, да, к примеру, на школу не сходил, тему пропустил, а лидер думает, что он все рассказал и что у него все хорошо в команде, да, вся команда обучена. Все, что все, кто пропустил, высланная им запись, а он решил проигнорировать эту ссылочку и не прошел, и не посмотрел. И отрезал сам себя от знаний, смотрит, другие растут, а он нет. А почему так? А потому что советы он пропускает от того, кто растет, да? Я вам всегда рекомендую ничего не пропускать, я вам всегда рекомендую как можно больше обучаться и рекомендую, самое важное, это уметь собирать своих людей на вебинары. Уметь собирать, да. Леночка, ну вот все бы смотрели, было бы очень хорошо. Если вы будете уметь собирать своих людей на вебинары, то ваши люди еще много чего вас научат. Вот это два года я отвержу, и, если честно, до сих пор не замечаю, чтобы люди ходили на вебинары все. Потому что когда мне новички начинают задавать вопросы, на которые я сполна отвечаю на вебинары для новичков, или наши лидеры, директора отвечают на вебинары для новичков, я начинаю понимать, что он не обучается. Ему даже сесть слушать он не может, да, вот. Нужно обязательно понимать, пропустили, упустили. Если вы пропустили, то вы упустили. Вот, невыполнение нормативов. Рекомендация новичку делать охват 300 человек в день. Но те, кто жалуются, что у них не получается находить по одной регистрации в день, не делают 300 человек. Делают 100 максимум, 100, и потом говорят, что у них не получается, да. Не все спрашивают советы у наставника. На самом деле у новичка что-то не получается, но он все равно пытается найти ответ сам. Ваше время, ваши деньги, и вы должны понимать, что время идет, время тикает. И не надо мучиться самим, если вы на самом деле не можете найти ответ на какой-либо вопрос. Проще написать в чат или наставнику. А как они тогда научатся? Запись пусть смотрят. Не надо оправдывать новичков. Ваши новички пришли стать директорами и избавиться от работы по найму. Умейте перед новичком поставить, как сказать-то, приоритет. Что ему нужно? У него какая цель? Напоминайте ему про цель, если он перестает ходить на вебинары или с самого начала не начал, не хочет на них ходить. Поставляйте приоритеты правильно своим новичкам. Зачем они им нужны? Пусть они ценят. Говорите, вот я тут недавно сказала, слушай, дорогая, пока бесплатно ходи, мы решаем вопрос о взимании платы за вебинары. Да? Наврала в кавычках новичку. Новичок у меня все пересмотрела. Я говорю, пока все открыто, давай, смотри, учись. Через полгода, может, мы уже платно все сделаем. Все, я каждому лидеру, я нахожу, какой только подход не нахожу. Доход равный зарплате, без вебов не получится. Но он может получиться, если смотреть, конечно, записи. В любое удобное для вас время. Вот, рассмешила, да? Начала обучаться, начала ходить, смотрю регистрацию за регистрацию и своих быстрей на вебинар. Быстрее своих, пока у них бесплатно, а то им потом платить же придется. Вот я взяла и брякнула в личку. А ничто не могла. И ругаться не хочу, смысл, да? И вот взяла вот так вот человека, человеку сказала. Да. Вот, и она сама прошла, и новичков своих начала тянуть. И, знаете, можете что-то тоже такое придумать. Примерно, да? И новички у вас начнут ходить. Только деньгой наказать. Да, человек любит деньги. Наказали деньгой, все, человек прибежал бегом. Да, далее, значит, 3 часа рекрутинга, сидя за компьютером в соцсетях. Скажите, это много для вас? Для меня это мало. Потому что я всегда, я 3 часа отрекрутирую, отдохнула, поела, с ребенком поиграла, я пошла. Я пошла создавать вебинары, я пошла создавать ролики, вы меня знаете. Я ураган энергии. Да, из меня энергия всегда била и бьет ключом, и будет бить. И я не понимаю, как можно 3 часа в день не порекрутировать. Я не понимаю, где люди ревут. На кнопочки тыкать сложно. Мне кажется, что это наставники неправильно выставляют приоритет новичкам, и новички не видят цель. Нужно выставлять приоритет правильно. Вот и все. А есть такие, что жалуются на наставника, а сами ни одного выбоиня не... Вот, есть такие, я таких людей вообще игнорирую. И на меня жалуешься? Так, пожалуйста, а я больше, чем рассказываю, не знаю. А где ты говоришь? А вот на этом, на этом, на этом вебинаре. На, пересмотри. Все. Я так и говорю, да. Больше, чем я рассказала, я не знаю. Я говорю, мои знания вот мне дали такой-то уровень, да, как я начинаю. Вот я пришла на проект, и вот такой-то уровень, да, там, говорю, 45 директоров у меня в глубину. Девочки выросли, у них все хорошо. Я не вижу причин. Я не вижу причин менять обучение. А какое обучение? А где обучение? Я говорю, а 40 вебинаров в месяц, это не обучение? Фу, так это же вебинары. Ну, извини меня, по-другому я не умею передать информацию. Вот и все. Я так и говорю, в последнее время я не умею, мне не получалось. Если лидер не хочет, зачем я буду тратить энергию? Я не одна наркоманка. Вот, отлично, это уже вошло в привычку, да, рекрутера маны. Главная цель видеть. Аня, такой вопрос. Как стало сложно работать в ОКОХ из-за блокировки? Будет вебинар на эту тему свеженький. Вы знаете, я подошла к мужу. Говорю, муж, слушай, блокируют, все в чатах пишут, ну, и жалуются. Говорю, что делать, что делать? Говорю, как быть? Он мне сказал, вот тот, кто учит их рассылать по 20, по 40 дружб, по 30, по 40 картинок, вот пусть, говорит, тот и разгребает. Я, говорит, как рассылал, как меня, говорит, распоповы научили. Он работает по методу распоповых. Меня, говорит, как распоповы научили, я, говорит, так и работаю. У меня, говорит, ни за что не банят. Меня, говорит, ни за что не банят, у меня нет проблем. Если, говорит, лидеры не хотят слушать ни меня, ни Сашу Распопова, говорит, кого они слушают, почему, говорит, откуда, говорит, они взяли такую моду постольку рассылать. Он говорит, я ничего проводить не буду, потому что я проведу то, что я провожу всегда. Вот. Поэтому, дорогие коллеги, на самом деле блокируют только тех, кто превышает лимиты. Вот Венера, вот Анастасия, пожалуйста. Дорогие коллеги, у кого есть ссылочка на вебинар Саши Распопова, я, к сожалению, не сохранила. Я, к сожалению, не сохранила этот вебинар. Он, по-моему, его в прошлом активном росте вел, а в этом, по-моему, еще не вел. Да. Вот. Поэтому он сказал, что, как мне разговаривать с людьми, которые меня не слушают, делают по-своему и их все равно блокируют. Вот наш разговор, да. Далее, значит, дорогие коллеги, засыпайте своего наставника вопросами в скайпе, а также рассказывайте все возникшие сомнения. Вот у вас есть сомнения, а вы возьмите да расскажите. А вдруг то, что вы думаете, это чушь или это, наоборот, безумно важно. Понимаете? Вы должны понимать, на чем акцентировать свое внимание, на чем нет. Пока вы в чем-то сомневаетесь, вы колеблитесь, вы тратите время, вы не понимаете, делать вам это или не делать, переспросите лишний раз обязательно. Вот, да, скорее всего. Ссылочку видно, дорогие коллеги? Скажите, пожалуйста, работа в луках, да, Александр Распопов, вот. Золотой человек, Саша, взял и все рассказал, как есть, да. Вот. Далее, значит, наша с вами работа, да. То есть, у нас с вами все должно быть в голове разложено по полочкам, чтобы потом хорошо расти. И если у нас с вами все разложено, мы и новичкам легко разложим. И вглубь вашу структуру пойдет уже не паника, что где взять, а холодное спокойствие. И это тоже всчитывается в накопительный эффект, когда ваши новички знают, что у них все под рукой. И когда вы знаете, что у ваших новичков все под рукой, значит, в глубину, хоть 80-я линия, будет всегда все в порядке. Это очень важно. Да, то есть, все мы начинаем создавать странички, да, предлагать работу и регистрировать людей в нашу команду. Странички новые начали работать, да. И вот тут как раз и набитие руки идет, и я забыла, что я этот слайд сделала, он, оказывается, есть, да. То есть, смотрите, тут я сейчас описываю то, что когда вы рекрутируете 3 дня, то на 4 день, с первого дня начинают идти регистрации. Да, поняли? Поставьте, пожалуйста, плюсик. Вот, странички мы начинаем создавать все больше постепенно, не ежедневно, да. Вот, не видно слайд, очень интересно, но в записи посмотришь, ничего страшного, да, поэтому я его перелесну. И охват людей мы тоже с вами увеличиваем же постепенно, и поэтому, чтобы выйти на 2-3 регистрации в день, да, как вот вам хочется. И, конечно, в регрутинге нужно обязательно понимать, что, когда люди жалуются на отказы вам, да, ты говоришь, а ты не на отказы смотри, а на тех, кто согласился. С 300 человек 295 тебе точно откажут. С 300 человек 295 точно откажут. Вы это должны понимать, так ведь? Вернула. Будет, конечно, Людочка, будет, не переживай. И вот это нужно новичка перед регрутингом уже начинать обучать ему этому, чтобы он был к этому готов. Да, то есть, чтобы ваш новичок был готов к блокировке страниц, к отказам, к разочарованиям, к непониманию родных, и что вы через всё через это прошли, и что это всё нормально, и что это всё как у всех, и говорить, как будто вот ни в чём не бывало. Но на самом деле я сейчас так говорю, и мои новички спокойно это воспринимают. И я всегда делаю под итог, что, во-первых, всегда нужно верить в свои силы, да, и те люди, которые на вершине, не с неба туда упали. Вы должны понимать, что ни один тот, кто на вершине, не прошёл просто, да, легко и просто, всё равно дорога была вот такая вот. Да, вы согласны? Поэтому знайте, что с неба никто не падает. Это очень важно. Итак, наши знания. Когда мы приходим на проект, мы вообще ничего не умеем, да. То есть, общаться с людьми тоже нужно уметь. Регистрировать нужно уметь. Рассказывать о компании. Правильно работать. Обучать новичков. И мы волнуемся, потому что у нас мало знаний. Но вот как раз наши новички и созвоны с нашими новичками для нас должны стать всем. Практикой, да. Они будут нашей практикой. Наши новички – наша практика. Не бойтесь делать ошибку. Не бойтесь быть человечнее. Не бойтесь производить какое-то свысока вот такое впечатление. Нет, это вообще ничего не нужно. Вам нужно быть простыми, добрыми, что вы работаете в интернете, но вы работаете, чтобы зарабатывать. На этом тоже нужно акцентировать, да. Что вы пришли зарабатывать и не пришли зарабатывать. Вот. Верить в себя очень важно. Да, и, конечно, когда вы рассказываете о компании, да, вы наблюдаете человека, да. Если вы общаетесь с методом переписки, ставьте смайлики, но никогда не нойте своему новичку в личку, да. Бывает такое, что очень жаль, и там грустная улыбочка, что вот там, да, там, ой, новичок, у меня там перчаток нет на складе, что мне делать без перчаток. Я же их доказала, они не пришли, да. И вот, да, как плохо. И начинаете вдвоем, да. Или, не дай бог, это вообще в каком-то общем чате произойдет. Зачем? Ну и что? Что, другой продукции нет, что ли? Вот, я, допустим, когда регистрируюсь в компании, не было женской одежды абсолютно. И я очень хорошо без этой женской одежды росла. Да, не было Дениса, не было Флоранжа. Детская одежда была ужасный узкий ассортимент. Косметика для дома тоже была узкий ассортимент и так далее. Перечислять, да, то, с чего мы пришли. Можно бесконечно долго. А сейчас проникнитесь компанией, допустим, 10 лет назад, которой она была. Как элитные директора стали элитными директорами, когда у них были черно-белые каталоги на 4, на 5, на 6 страничек. Вы представьте, какие мы сейчас сидим интернетчики-баловни. Было всего 14... Ой, Илья, ты на школе, да? Было всего, да, 14 наименований в каталоге. Обалдеть! Вы представьте, и они сделали элитных директоров. Кто такой элитный директор? Напишите мне, сколько это директоров в первом уровне? Девять. Людочка, маркетинг-план знаешь, самое первое всегда отвечаешь. Прям приятно. Уважение таким директорам. А нам стыд, что мы там сидим и говорим, боже ж ты мой, на 10 кнопочек я сегодня нажала больше. Вот я вам хочу рассказать о своей наставнице Инна Грин. Она живет на Украине, у нее украинские корни. Между нами еще Таня Сафронова, Коля Андрейка, да, вы знаете. И вот Грин, это прямая наставница Татьяны Сафроновой, Инна Грин. Она бриллиантовый директор, и она ездила, отработает смену, и ездила из своего города в соседний город работать. Там рекрутировала, собирала собрания, и потом ехала назад. Вот это я понимаю, собачья работа. Все время бегом, все время эти сумки с каталогами, сумки с товарами. Вот она вся не может, но она тащит. И вот эта вот фамилия немецкая Грин, да. Вот, вы представьте, как им было тяжело, но они это сделали. Мы с вами работаем в интернете, и нам все, что нужно, это сидеть и получать знания, а потом применять их на практике. Вам кажется это сложным? Почти Бог. На самом деле, вы представьте, со смены, наготовить есть и идти рекрутировать на семью. И ведь раньше по два, по три, по пять ребенков рожали. Я просто не представляю, как это вот все успеть и сделать, и они элитные директора. Далее, значит, помощь наставника. Требуйте помощь наставника, но адекватно. Задавайте вопросы наводящие. Да, но у нас с вами райская работа, и нашим новичкам это нужно понимать. И вам нужно своим новичкам это принести. Но в первую очередь, нам самим с вами нужно это прочувствовать и оценить. Как мы сидя дома на попе, получаем денежку, да. Еще и у нас график какой мы хотим. Отпуск, когда мы хотим, да. Больничный нам не нужен, да. Мы можем просто там в любое время сорваться, куда-то пойти. Вот у меня сейчас проблема у девчонки. Ее не взяли в садик, ей надо на работу. Выплаты до полутора лет закончились. Она сидит без гроша. Я говорю, иди, иди. Я за четыре месяца контракт открыла с компанией. Начала свои 16-20 получать. Иди, ну кто тебе мешает? Давай скорей. Она, нет, это не для меня. Ну, а голодный ребенок, это для нее, да. Вот знаете, тоже вот всякое бывает, да. Я не хочу людей осуждать. Но есть люди, которых на самом деле вы не заставите. Вот вам самое главное не акцентироваться на таких людях. И наставник вам с такими людьми тоже работать не поможет. Вот я вам к чему веду. Потому что я неактивных людей обхожу стороной. Не задали вопрос, я не хочу на них тратить время. Робот в оках не работает. Настюш, к сожалению, откажу тебе в этом плане. Потому что роботом мы не любим работать. Мы не любим брать, когда горячо. Антон, допустим, рекрутирует. Человек согласился на созвон. Я прям захожу с его странички со своего компьютера. Я сразу же могу созвониться до регистрации уже. Понимаешь? Я люблю, когда горячо. Вот. Далее, значит. Значит, что вам нужно обязательно? Теребить наставника, но теребить в хорошем плане. Да? У меня есть девочка, которая спрашивает, как у вас сегодня погода. Завтра она опять спросит, как погода. Послезавтра она спросит, как у меня дела. После-послезавтра она спросит, нет ли у вас ни у кого случайного дня рождения в этот день. Да? Может, кого-то я не поздравила. Или еще что-то, или еще что-то. Я не люблю болтать, когда я работаю. Да? То есть, должны понимать, что теребить надо нормально, четко и целенаправленно по вопросам. Далее, значит. На самом деле, на этом проекте все готовы помочь. Потому что мы с вами сейчас должны понимать, что же это такое. Если вы кому-то сделали добро, оно вам откуда-то назад вернется. Да? И я очень часто замечаю, как лидеры из разных веточек, абсолютно из разных друг другу структур. Да? Пусть они там, да, допустим, в моем чате новички, они все подо мной, да, но просто у разных директоров. Но друг другу-то они кто? Не никто. Это я всех, допустим, люблю. А они просто коллеги, коллеги с проекта. Так ведь? Но я вижу вот эту вот взаимовыручку между ними, когда один спросил, другой ему ответил. А когда спрашивают вот этот другой, этот ему говорит, он мне помог, а я вот на этот вопрос знаю, да. И у них начинается вот эта вот перепалка друг другу помогать. Да? И вот это очень важно понимать. Чем больше вы помогаете людям, тем больше к вам вернется вот этого вот всего добра. Да? Оно вернется и вернется прямо вот в трехкратном, да, прямо размере. Вот. Поэтому теребите наставников обязательно и только, но теребите их по делу. Да, вот смотрите, это мой путь до уровня старшего директора. Я специально не стала убирать эти выплаты, чтобы вы посмотрели. Да? Всем видно? Поставьте, пожалуйста, плюсики. Аня, у меня есть такая девочка, ушла в пирамиду, когда была на 6%. Вернулась еще и рего действительно. Хочет расти, но ничего не спрашивает. Людей приглашает, но не учит. Ну, что делать тогда? Да, значит, тебе нужно сейчас, Танюш, обязательно обзванивать этих людей и так далее. Но я вам что хочу сказать. У меня в пирамиду тоже много кто уходит, и вы видели объявление по чатам, что такое не отвечайте, сякое не отвечайте. Оно в такой-то пирамиде, в другой пирамиде. Это нормально. У меня, ну, примерно, ну, я не знаю, может, 2-3 человека в месяц уходят в пирамиду. Я считаю, что это тоже издержки нашей работы. Да, я даже не жалею время, которое я на них потратила, потому что это опыт общения. Да, во всем плохом ищите хорошее. Самое главное, одна регистрация в день, и ваша команда будет расти. Вы не забывайте про этот приоритет, и не забывайте, что у вас есть накопительный эффект. И вам нужно терпение. Вот если вы 3 месяца, мне поверив, будете ежедневно работать, да, не делая перерывов в рекрутинге, не делая перерывов созвонов, не выбирая этот у меня, вот, работать этот не будет, ни на ком не акцентироваться, работать со всеми одинаково, я вам обещаю суперрезультат. Но если вы все это будете делать, конечно же, да. Потому что я через это прошла, и я у вас уверяю, что у вас это получится, если вы просто будете это брать и делать ежедневно. Ни на что не отвлекайтесь, пока вы не получили одну регистрацию в день и с ней не созвонились, ни на что. И у вас все получится. Да, да, тоже Яночка, верно, да. Вот смотрите, как я начала расти. Я зарегистрировалась в 16-й компании 2014 года, 26-го, 11-го, да, и смотрите, 0-0-0, везде 0. Да, потом, значит, компания 17, 92 балла моя группа набрала, сама я 28 сделала. А компания номер 1 я набрала уже 517, и компания номер 2 уже вышла на 12%. То есть 4 каталога, и мы вышли на 12%. Как вы видите, быстрый старт мы не взяли. Мы ничего не взяли, но самое главное, это качество, вложенное в начало, в начале людей. То есть очень много зависит от вашего хорошего роста, именно отработки людей, которые только пришли. Когда вы с ними разговариваете, когда у них еще много, как вам даже сказать, амбиций. Да, они только пришли, у них много амбиций, они еще не столкнулись с грубостью в соцсетях, они еще не столкнулись, ну, да, то есть с блокировкой страничек, еще с чем-то. Их разум чистый, и вот тогда им нужно и вбивать то, что мы нормальной официальной компанией, так-то можно зарабатывать, но это бизнес, который начинается с нуля, да. Вот. Страх победить себе, ну, я не знаю. Диана, активность моей личной группы, сейчас скажу точно, я забыла. Ну, примерно каждый третий делает заказ, и каждый третий идет на созвон, это нормально. Это нормально, не все пойдут на созвон. Примерно каждый третий. Значит, это у нас идут, да, вот видите, выплаты на старшем директоре у меня были уже 36 тысяч, но у меня уже к уровню старшего директора были такие толстенькие, 5 веточек, хорошенькие такие уже были. Да, то есть, вот выплаты в Тенге. Охват, да, Вика, все правильно. Да, дорогой Казахстан, поставьте плюсик, если вы есть на школе, и мы поедем дальше. То есть, да, чтобы вам было просто, было просто видно, да, сколько зарабатывают. Ну, Наташ, легче тогда уже послать видео, голосовые сообщения, я даже не знаю. Я не практиковала, не могу сказать, практики нет, врать не буду. Я люблю человека видеть, я люблю человека видеть, я не знаю, почему я так, но, в принципе, мне кажется, все люди такие, они через призму общения понимают, когда мы друг друга видим, вот тогда все хорошо бывает, да, начинается и доверие, и серьезное отношение к работе и так далее. Ну, конечно, не у всех, да. Мы с вами знаем, что активно работать начинает примерно каждый пятый, десятый зарегистрированный, и это хорошая статистика. Если у вас каждый третий делает заказ, то это не значит, что каждый третий у вас стартанет и начнет вам регистрировать людей и приводить огромное количество других рекрутеров, да, на проект, вы это должны понимать. Да, конечно, обязательно с камерой. Белорусские рубли перелеснула, ну и дорогая Украина, поставьте, пожалуйста, плюсики. То есть, смотрите, вот это выплаты до уровня старшего директора. Я как раз оставила эти распечаточки. Они распечатаны 30.05.2015 года. Обратите внимание, они уже старенькие, я их еле откопала. Да, вот я думаю, что вот нормально. Вот скажите, вот старший директор, вот для начала хватит, чтобы сесть дома и заняться серьезным бизнесом, дорогие коллеги. Хватит вам для начала, чтобы сесть дома и заняться серьезным бизнесом? 10 тысяч гривен, ой, 10 миллионов белорусских рублей, да, то есть, это что у нас? Это у нас Тенго, 182 тысячи Тенго, 36 тысяч 534 рубля. Мы занимаемся, пусть, пусть, да. Вот, и, конечно, наша группа. Самое главное в накопительном эффекте – это постоянство. Дайте себе 3 месяца активной, ответственной работы. Регистрируем, созваниваемся, сопровождаем, регистрируем, созваниваемся, сопровождаем. Я вас сразу предупрежу, если вы это выдержите, то примерно день на 10 у вас начнется пик. Не больше не могу, не хочу. Но у вас тогда уже будет 10 созвонов, во-первых, у вас уже будет практика. И самое, что классное, да, у вас будет уже хотя бы 2-3 рекрутера. И вы уже будете понимать, что вы нашли человека, который вместе с вами будет работать, и у вас начнет появляться азарт. Да, работает примерно каждый 5-10. То есть 1-2, не 2-3, а 1-2, извините за оговорку, да, быть. Хватит у нас. Ну да, у нас тоже средняя зарплата 15 тысяч, да. Это на самом деле так и есть. Вот мы с вами это должны понимать, что когда у нас наступит пик, да, что вот, ой, как я устала делать одно и то же. Поймите одно, что у нас не одно и то же. У нас, во-первых, будет прибавляться количество рекрутеров, которых вы будете обучать, которых вы уже будете вкладывать силы, и вы поймете, что ваши труды не зря пропали. И у вас пойдут выплаты вверх, да. Сначала у вас объемная скидка начнет умножаться, и вы начнете всего лишь 15% от заказа платить. Потом, когда вы оформите перевод денег на счет, вы можете уже уволиться с основной работы. Много у нас кто работает и совмещает бизнес и работу по найму. Поставьте плюсики, кто до сих пор совмещает, а кто уже уволился и работает, сюда перешел, напишите «уволился». Потому что я вижу, что такие люди есть. Вот декрет – это самое легкое, это очень хорошо. Уволилась, ой, здорово, здорово. Ой, как классно. Да, вот есть даже уволились, кто уже. Вот смотрите, уже зарабатывают, уже уволились, а на вебинары обучаются, ходят. Хотя у них уже есть свои выплаты. Декрет, декрет. Уволилась. Вот видите, ходят на вебинары старший, вот Катя Соская, старший директор. Вот видите, как замечательно. Вот вы сейчас видите людей, да, вот особенно, да, обратите внимание на слово «уволился». Они все совмещали, они все, как мы, как я. Нет, я пришла, я в декрете была, да, то есть я на стороне декретницы сейчас, да. Вот. А тот, кто совмещал, он на самом деле хлебнул намного больше, чем декретницы. Почему? Потому что мы в любое время, да, мы порекрутировали 5-10 сообщений, отправили, мы пошли. Мы пошли, мы пришли, смотрим, нам кто-то ответил. Мы опять отправили 5 минут, мы опять пошли. У нас больше времени быть на чеку и брать людей горячими. Декретницам, конечно же, везет в 5 раз больше, чем тем, кто порекрутировал день и уехал на 12 часов на смену. И все, и все. Люди ответили ему на вопрос, он не видит, что ему ответили, да, и начинается, что он приходит, а там уже он говорит, ой, я там-то, там-то зарегался. Очень чистые случаи, вот у тех, кто работает, совмещают, вот это очень чистые случаи. Я считаю, что тот, кто совмещает, им сложнее. Сложнее, но, конечно, больше стимул, опять-таки, да, вот. И давайте с вами сейчас посмотрим, да, то есть без разницы, на какой вариант к вам пришли. Покупать, худеть, работать или продавать. Это все наша с вами структура, которой можно и звонить, и писать, и рассылать письма, и так далее, да. Скажите, пожалуйста, много ли у нас людей, которые остались с обучения по активному росту, когда я просила рассылать письма своим структурам? Поставьте плюсики, кто рассылает. Есть плюсики, очень хорошо. Пусть чуть-чуть, но есть, это очень радует. Не всегда, да? Вот, Евгения, еще раз, Постоянство, нужно быть надежным во всем. В письмах, в рекрутинге, в поддержке. Вот прям будьте три месяца надежны во всем. Будьте, вот делайте все, что вам говорят. Будьте, как говорят в анекдоте, да, попугай, кто там был, волк и лиса. И царь зверей их отправил рекрутировать, да. Заяц говорит, ой, я самый быстрый, я сейчас всех оббегу, всем это, да. Вот, лиса говорит, ой, я хитрая, он сейчас всех оббежит, а я их к себе переманю. А попугай, да, лучше всего он рекрутировал людей попугай. Почему? Потому что попугай повторял за наставником. Не изобретайте велосипед. Точно прочитал. Очень хорошо, очень хорошо. Вот это вообще здорово, Таня. Я еще в оках рассылаю стартер. Отлично. Особенно пробный и первый шаг обязательно по стартовой программе обязательно надо, я вот и звоню, и пишу им, и звоню, и пишу. То есть письмо и звонок. Я же каталожно каждому. Я не ленюсь, хотя у меня личная группа большая. Я устаю. Итак, практика. Когда к вам приходит опыт общения, когда к вам приходит опыт обучения, к вам даже начинают приходить мужчины, да, к девчонкам приходить мужчины, обычно, когда, да, приходит первый мужчина, что с ним делать, я кроме помад ничего не знаю, о чем говорить, да, очень частой ситуации, да. Вот вам на самом деле, поверьте, нужна настоящая ежедневная практика. И опыт, он придет к вам сам. В практике самый классный, самый лучший, самый такой востребованный у вас будет опыт. И вот он тоже, опыт, приходит накопительный эффект, да. Вот. Конечно, дорогие коллеги, когда у вас будет желание сдаться, то знайте, что если вы сдадитесь, кто-то увидит, как вы сдались. А если вы не сдадитесь, да, вы будете видеть, как сдаются другие, и вы будете чувствовать себя очень сильным человеком, да. Вот я сейчас себя могу сказать, что я морально сильный человек. Почему? Потому что я ни разу не сдалась. Я сдалась всего один раз, да, когда вот я работала в прошлой компании, я сдалась, я сказала, что сетевой маркетинг – это не мое. И я не смогла себе это простить. И я пошла в следующий раз, я уже не захотела испытать то чувство, когда человек сдается и чувствует себя, вы знаете, таким убитым. Я просто сидела и думала, а чем я хуже других? У меня такие же руки, такая же клавиатура, и те же страны на работу, да. Вот, поэтому лучше наблюдайте, как сдаются другие, но сами никуда не сдавайтесь, идите вперед, да. Вот, я всегда повторяю себе, что я могу, и я буду пытаться, пока не добьюсь этого. И на самом деле я такая, и, да, то есть берите с меня пример, потому что я очень твердолобая. Если я что-то решила сделать, я как угодно, но я к этому приду, я буду что угодно выдумывать, ко мне начнут приходить много мыслей, но я вот на самом деле, я реально, вот, да, чего мы добились за два года работы без перерывов, да. Ну, все вы знаете, что я там две недельки поезжу, тут две недельки поезжу, но я работаю, да. Какое у вас обо мне мнение? Я надежная или безнадежная? Вот, какую у вас, только напишите, пожалуйста, честно. Только когда еще не решила. Вот как решишь, так и начнется рост. Нужна цель четкая. Не телец случай. Нет, я весы. Я весы. Упертая, да, правильно. Да, упертая, да. Вот я вам хочу сказать, что я в этом плане очень надежная. Я не всегда успеваю позвонить всем, кто мне просит позвонить. Это факт. Я не всегда успеваю. Потому что очень много созвонов в день, и вы должны понимать, что я не всегда успеваю. Но если человек не смог все-таки где-то получить ответ, он меня ждет три дня, я ему потом набираю, я ему потом звоню, когда разгребаю те созвоны, которые у меня уже были записаны, ведь люди-то тоже ждут долго. Да, у меня вот в этом только плане косяк, да. Вот, вы знаете, сейчас на каждый форум, на который я приезжаю, уже не только я, но и мои директора получают чеки. Да, вот смотрите. Получила чек, допустим, на конференции в Новосибирске, получила чек Екатерина Соцкая. Да. В Казани получила чек Ириночка Тихонова, ой, не... Ириночка Николаева, да, и у меня сестра Татьяна Лебедева, да, получила чек. Я весы тоже уперта. Что за чек? Премиум, премиум, квалификационный бонус за директора 55 тысяч русских рублей. Вот. Поэтому я вам хочу сейчас пожелать видеть успех в своих людях, верить в каждого, относиться ко всем одинаково, ни на что никогда не обижаться, обучать всех. Вот есть люди, которые не грубили, но сейчас у нас с ними отличное отношение. Я просто эту грубость игнорировала. Они мне нагрубят, я ничего не отвечу, сделаю вид, что я не читала. Всё. Знаете, я полностью игнорировала весь негатив. Я была всегда на позитиве. Да, абсолютно верно. Очень хорошо. Начало вебинара не зря прошло, да? Опять полтора часа с вами просидели. Вот. Также у нас с вами уже слишком много пройдено, чтобы сдаваться. Это на самом деле так. Когда новички открывают 12%, начинают платить уже, да, 15% за свой заказ. Когда у них уже там по 20, по 30 страниц в соцсетях, и они говорят, ой, я не буду работать. А боже ж ты мой, ну иди, иди. И ты вот всё это бросишь, да? Ещё два каталога, ты директор, и ты бросишь, ты вот уйдёшь, и пойдёшь по найму за 15. Я ещё переспрошу 10 раз. Ты точно? И человек начинает задумываться, он начинает оставаться. Мне даже держать его не надо, когда я ему просто задаю элементарные вопросы. Да. Да, посмотреть проще на таких надо. На самом деле, Аня, ты права. Да, и, конечно, самое... У меня тоже это было. У нас была, не помню, с каким-то из директоров ругань. Ругань была сильная. Я захотела уйти с проекта. Да, и в тот момент меня поддержал Коля. Он меня остановил, сказал ему, ты что, говорит, мать, столько сделала. Говорит, это что такое, да? Давай-давай, мы, говорит, на элитного идём. Ты куда, ты куда, говорит, собралась? У меня было такое ощущение один раз, да, я один раз на самом деле сорвалась, мне так было обидно. Вот, как бы, да, ко мне не очень хорошо отнеслись, и, ну, как бы, я обиделась, да? Ну, сейчас у нас тоже уже мы помирились, и очень хорошие отношения, и тени обиды даже нет. Вот, да, и вот эту фразу я понимаю лучше всех, что искушение сдаться, вот, особенно сильным, незадолго до победы. Но победа ваших новичков уже будет зависеть именно от вас, потому что у каждого новичка будет когда-то вот этот всплеск эмоций, а когда он вдруг захочет уйти, ну, вы ему скажете, ты что, уже столько сделано, ещё чуть-чуть, да? Вот, ещё чуть-чуть. Ага, домашнее задание, я забыла. Поэтому никогда не сдавайтесь, эта картинка гуляет по интернету, но она такая жизненная, поэтому я её сюда прогрузила специально, чтобы вы поняли, что я имею в виду, да? Вот, и, конечно, если нам тяжело, значит, мы на верном пути, и это очень-очень важно понимать. Вот, и, конечно, тут хочется немножко сравнить победителей, неудачников, и также сказать, что вот неудачники, они видят неприятности, они на них концентрируются, видят какие-то осложнения и поддаются им, да? А победители, они же наоборот, видят цель, видят возможность и делают это. Всё легко и просто. Они берут и делают, им надо, они делают. Всё, как бы, да, проблем нет. И вот, на самом деле, а чтобы не было, я всегда решаю, как это сделать. Я думаю, как? У меня не получается, я думаю, как? Я могу попсиховать, я могу, там, не знаю, на катки посидеть, покусать, но я буду искать решение, да? Всё, что угодно. Вот. И иногда очень хорошо действует вот эта картинка на людей, только не картинка, а слова. Да, когда вот мы сравниваем, да, работу по найму, как там люди пашут, 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 да, вот сколько же зарабатывает, да, этот же врач, там, сколько зарабатывает этот же, да, человек, что вот он работает, сколько лет, сколько ему лет надо учиться, сколько за это надо заплатить, а тут я за 4 месяца не директора вышла. Вы понимаете, да, что вы там сколько лет работаете, да, не факт, что вы выйдете на 30, на 40, на 50 тысяч, когда я показываю свою распечатку, да, на уровне старшего директора, а тут 4 месяца и всё, директор. Но работать надо, понимаете? Тыкать кнопки, и это несложно. Налить себе кофе и тыкать кнопки, ну или чай, компот, что вы пьёте, да, можете музыку включить, можете рекрутировать под вебинар, можете рекрутировать под что-то мотивационное, да, всё, что угодно. Меняйте задние фоны, но ваша цель должна быть одна, регистрация в день плюс созвон с этим человеком, всё, особого больше ничего не нужно. И контроль, чтобы он обучался, и контроль, чтобы он ходил на вебинары. И тогда не нужно будет задавать такие вот вопросы. Итак, дорогие коллеги, я желаю вам роста, везения, во всём вдохновения. И, конечно же, я желаю вам, да, и даю задание найти к следующему занятию три регистрации в соцсети. И задания сложные, но я уверена, что у вас получится, потому что все до единого сегодня сказали, что они хотят стать рубином, золотом, бриллиантом или просто директором. А чтобы стать директором, нужно учиться находить по одной регистрации в день. Всех целую, всех люблю. Желаю вам только вверх, да, чтобы вы никогда ни в чём не сомневались, чтобы у вас всегда всё получалось. Живите на позитиве. И с наступающим вас 8 марта, милые, дорогие дамы. Мы все с вами умницы и красавицы. Да, всем пока-пока. С наступающими праздниками вас, дорогие.